вот это вот я все время перемежаю это мне брат все поставляет информация муравей как и многие насекомые очень любят запах горелого дерева вот так должно заселиться с и сырьем заметьте муравей и любят горелый дерево ассоциируется а у нас уже не знаю как и хрена не ассоциируется воспользуемся берем угольки от последнего костана которого разводили бессим посыпаем муравейники и прочие места скопления паразитов самых ценных насекомых на планете называют паразитами ты сам паразит ты не веду что творишь из таких советов вспомните это траву сжечь скошено листья собрать сжечь ветки отрезать сжечь муравейники сжечь это не за вас по всей стране эти самые в том числе не только сброшенных окурка а скорее даже от вас больше вот это вот дикость глупости больно что если бы вы рискуем лесными пожарами мы рискуем что целая дачная поселки горя вот из этих идиотов потому что это самое берем огольки и так далее это сейчас сегодня это не то что было это уже после всех этих трагедий после всего что это столько сгорело столько миллионов гектаров все это миллиарды это люди гибли туша пожар просто туша пожарные гибли ну хотя бы кто-то бы сказал вы давайте прекращаем эту тюрьму для этого нужен один раз сказать по центральному телевидению устроить какой-нибудь этот часовой всего лишь чтоб кто-то большой чек которого нельзя слушаться лучше бы с погонами и генеральскими попробуйте хоть одного муравья отройте вот потому что затем вы муравьи придут другие но придут уже на горелое учить на горелой сады у нас каждый год десятки сотни тысяч это называется невидимый мир и слезы сгорает дачных участков почему никто их не обкашивает половины здесь через один вопрос а гореть так всем этим самым чем поселком а там люди живут некоторые всю жизнь там живут и некому вот это остановить этого канале этих идиотов призвать к ответов ладно пропускаю осталось 40 минут пропускаю пропускаю стрессе двух словах вот это дерево постепенно убирается убирается по скелет навески каждый год иначе вот это вот свежая молодая расти не будет пока вы не уберете но не сразу за три-четыре года некоторые пропускаю так значит персики это можно проходили посмотрите вот есть такие питомник сажен сюда я не буду утащить какой покажу я показываю почему потому что здесь абрикосы колновиды 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 когда это опять кто-то с большей трибуны может быть уже другой человек например какой-нибудь очень крупный авторитетный ботаник там желательно чтобы с колонами там может быть президент академии один раз сказать чтобы остановить этого канале нету ни одного на планете колновидного абрикоса нельзя до такой степени ложь допускать они даже фотографии поленились это подобрать они украдили все фотографии вот тут вторая фотография где вы видите это самое вроде бы колонидный абрикос все уже в следующем году вот видите это ветка будет голая как ваша коленка но уже на второй год но ведь они за это деньги дерут то суде ведь нельзя за такой степени да понимаю мы все учились понемногу все понимаем понимаешь что ли это в это время на этих на уроках биологии а чем угодно думали может рассматривали современные молодежь чего-нибудь там эти голые девочки в этих самых интернете но этого не знает никто если тысячи человек спросить на улице есть колновидный абрикоса они скажут наверное есть это слышали слова колновидный вот и такой степени дурь вот эту фотографию поздравьте знаете такая горькая вот это вот прирост это второй год вот это ветки черешни это желтая драгана боднара это то что успел перенести съездил к нему этот уже мой сын уже не я вот я уже поговорил тогда с этим с алексеем с алексеем боднером сыном и принесли несколько метров привил вот видите и ни хрена не замерзла я уже два года но я не говорю что это хорошо или плохо дело в том что самое главное теперь это вот эта вот веточка если ее отрезать и снова привить на а у меня прививка на штамбулу сибирскую вишню которая супер морозтойка самая морозтойка из штамбовых самая морозтойка вообще-то степная но это тоже хорошо вот и продолжать это и никто не будет сергей затраган за этим сидит на кране по 12 часов работает в саду практически резко появляется все больше нету вот это последнее его судорожное движение больше селекционера будущего нет сейчас бы приехали вы со спецназом наручники и вот туда в красноярск а лучше в мичуринск а лучше в москву и сказать нам нужны люди помните мичуриных что он сказал все упирается в то что ученые не умеют привать вот такие нужны практики а у него еще диплом и гараном и все равно никому не нужен и не взяли его университет учиться у него средне техническое научиться на высшее образование сказали платить деньги это самый выпивший в россии за все времена и народы пакт специалисты такого уровня с лучшим садом с таким умением сказали платить деньги чтобы учиться дальше и никого это не спущает никого это не волнует и положено не нужны вот это еще раз пропускаю потом как-нибудь значит я показывал эту фотографию еще раз пусть это в том тенье есть несколько минут посвящен на этой фотографии марховская с москвой прислала мне черенки под названием гигант под москвой это самым мелким потому что это самая крупная были годом раньше писала я еще раз говорю ну где-то уже десятки лет по но его почему-то там название нет в интернете значит какой-то самопроизвольный название где-то десятки лет она под москвой наверняка было может быть одно дерево и было может быть потом у меня второе дерево по из третьего у чернобаева но прошли десятки лет все страну могли покрыть ну кто этим заниматься будет вот я говорю может все изучали комиссар вот так выглядит моя местная вот здесь лучшие сады россии вот там слева высад вот здесь эти сады помните супер серафим вот доля этой дороге это дом где он растет ну когда же можно так то это даже если в таких дичайших местах ведь начал за этот черешни выращивать водный расчет до заполнения саду 6 колес и нечем можно и тыкать что река не замерзающая не замерзается температура плюс один всю зиму земли тоже не дают вот выбирал и роскошный абрикос чтобы ради того видеть как уже растут вот эти вас клонялись вот эти вот и черта вокруг не росло тень же мешал ну он же был трехметровый сырье выпилил чтобы этот клочок а в сибири в этом миллионы гектар зарастает сосной неприкосновенно сосной можно расти а называется земля сельхозное значение туалет построить нельзя а миллионы миллиарды сосед можно вот такая бесхозяйственность это я потом пропускаю 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 да это тема более-менее за кого же вот еще мне брат писал нас позвали летняя прищипка праздник я прям копирую праздник летний прищипка я бы не повышаем урожайность вот так увешаем работу по демисезонной обрезке а ты думала когда летом ты прищипнешь ты тут же почки вместо того чтобы развиваться засыпать они проснутся и умрут чем был зачем это все еще один живем деревне борьба началась почему от ли а скажите причем тут вот это вот видите а причем тут для простая лента для ловли мух спасет от ли как вот это можно спасти ты в один разочек вот если у тебя ты блогер если ты себя называешь учителем у тебя 400 с лишним тысяч просмотров а ты перед этим догадался взять пару деревьев обмотать вот так а пару деревьев не обматывать и посчитать сколько тли будет вот этому обмотанным когда кара начинает гнить под этой обмоткой где он начинает гнить и у тебя пиво 10 раз больше чем тех как день от кого-то спасало то кого-то это дурь ты же не даешь просто возможности туда залезть этим самым муравьям а для как жрал так и будет жрать потому что я всегда поражался вот этой дури когда пытаются обмануть сами себя муравьи имеют крылья летают летают не все это знают вот жуки летают летают листовертка летает летает белокрылка летает летает плодозорка летает летает любая бабочка откладывать гусеницу которая живет дерево получается гусеница уже заранее потом она окуклиться за появится у нее крылья гусеницы поездка она полетела дальше следующий этап там плечинки окукливание и так далее вы чем думаете то что вы этим спасете то вы гробите дерево а у меня будет 300 просмотров у нее 400 тысяч вот за это время пока прошло уже наверно миллион потому что такими темпами за короткое время 400 тысяч просмотров имели один десятки тысяч людей уже точно возьмутся начнут или клейкая лепта вот так обматывать гроби деревьев там же все сгниет под ней и дни станет больше а не меньше а вот здесь я вам показывал да я говорю еще раз не занимайтесь херней не берите деревья сделайте только хуже но в школе это случилось я потом вспомнил это как продолжение того вебинара что я вспомнил одного товарища было такое взял и обмотал 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 и говорю дерево живо то есть одно дело вот так казалось бы безнадега да другое дело когда вот так вот это как бы один из этих самых мастер-классов он взял вот так вот так вот так вот так и все в порядке так отпустите меня на кухню я подогрею чай полтора часа это шашкой махал не получается спокойно я как вижу эту дурь у меня сразу шерсть дыма начинаю кидаться на этих пойдем дальше в общем вот такой пример если уже дойдет до такого довели вот может быть это и спасение но главное избавиться от этой дури то есть это краски вот мне кажется что это было лопнуло протестное такое знаете уже все невыносимо там где забиты все поры дышать не может зимой не может это зимой нам мерзнет потому что солнце лучи отбивается чем школе учились все проходили вот на летом потеть не может не может жара дикая и вот она потеть не могло не могло не могло и разорвалась вот это моё объяснение простое а там сами знаете вот что скажут понятно что скажут побрызгайте в это самое ядами обрезка для начинающих вот она два миллиона вот я бы ничего не сказал но ведь это же 1 ноября это 1 ноября резать раны делать перед зимой ну ты-то специалист какой тебя наняли вот тебе заплатят деньги а люди ума не прилагают что теперь он если бы выдержал бы 40 то уже может быть 30 25 она погибнет что творится то на свете ну перед зимой это будет и то что я говорю меня с ним слышат в этот раз триста четыреста человек ни один не скажет что я сказал опыт что нельзя перед зимой но это то на кого рассчитано на 2 миллиона то из них то поверь это добрый миллион 65 тысяч просмотров это мои мои прививки вот триста тысяч это моя это сам общение с сернобаевым это я пришел от зависти застрелиться хочу еще вот это моя прививка опять около полумиллиона но я пытался посмотреть как же так то это три а остальные тысячи моих фильмов 50 просмотров 150 ну хорошо если 500 в общем работаем не то что холостой ну приходится с братом буквально выворачивать себя наизнанку чтобы вот эти три тысячи фильмов создать еще помогает девочка одна да еще помогает прекрасная женщина лирия которая взятая своей сестрой и раньше помогали сейчас три тысячи фильмов и сделали но так чтобы у нас были попал миллиона просмотров вы могли повернуть огловли ну ничего у нас не получается вот все тоже нет проверяем просмотров я первые руки бы это самое я так образно говорю хоп ты не лезть я ничего не понимаешь и здесь тоже здесь тоже дурят вас ребят стоит и года на ветку наклонил видите вот привязанную сторону наклоняю чтобы она плодоносила стоит наклонить сторону поближе показываю они все равно пойдет вверх эти отклонишь сторону вот эти побеги она снова пойдет вверх ничего а если вверх она идет ровненько вверх она сама станет давать боковые ветки невозможно вот что ты не единственное что вот я могу сказать ребята если вас персик ну тут уж святое вот так его наклоняйте мне есть фотографии я даже делал учебную фотографию и показывал же персики после зимы исполоносящие но только персик который еще терпит влагу это не всегда бывает выплевают бываю же ну и в общем поняли да вот это вот величайший дурь на свете которая использует против троечников по биологии я учил тоже кто и все просто я ходил по саду и все вижу вот это вижу поэтому наклонять деревья бессмысленно ну персик ладно 187 тысяч просмотров гуманное средство от муравьев начали искоречили дерево естественно что когда коричит дерево появляется тлясо и так гуманное средство и вот он берет это она же ну в смысле продолжение этого кино вот вы уже видите дерево больное и у него из нее корневая шейка видите вот она вот естественно больное естественно ее покрасили добавили то есть теперь это глубочайший инвалид вот ну дураку понятно для чего этот существует канал у него вон сколько просмотров чтобы включить вот это все вот и вот начинается священный день я уже говорил муравьев да они доят тлю а тлю не из-за них это и вот получилось обклеили еще сверху но все равно это все поднимут и гниет сто процентов можете не сомневаться это все сырое и так муравьям перекрыли дорогу эти муравьи не могли попасть вверх эти муравьи не могут спуститься вниз для них это трагедия кто-то решил что они виноваты в том что там тля но зря решил это ошибка внимание но все таки он гуманист ему надо зарабатывать свои серебряники и он поставил доску выше вот это вот препятствия читаем свобода и стрелка ну видимо он думает что муравьи умеют читать и теперь поставил доску чтоб они эвакуировались да допустим я знаю где есть такие случаи когда рядом кол тыкаешь и обматываешь выпрямляешь допустим саженность да прям по колу и препятствием делают они по колу и по этой самой по веревочке и все равно лезут наверх они не дураки и вот человек решил их в ванной чтобы не сажать спустить вниз ну спустил но этот изгнезд какой-то понятен а у него что он больше вверх модная тема ради этого ради серебряник вы надо все принимать серьезно и уже не мало до того же 200 400 тысяч просмотров а я сказал про свои 50 просмотров 100 просмотров в этом вот это относитесь деревьев к вашим детям и никогда вот этого делать не будет увечить дерево чтоб она позаболела и быстренько дало препод потому что она заболела потому что изувечина вместо этого лучше получает а связи никто не видит беспощадные убийцы деревьев в саду а кто у нас убийцы я когда прочитал лица гу-гу-гу еще в этот самый так то самое ваше сады которые были было запрещено меня печатать хотя перед этим печатали мы и статьями восхищались и называли меня вариантов и платили премии в друг бах я не смог их все рассказать я не смог их переубедить хоть печатали потом закрыли лавочку. Кто-то их запретил. И вот получается следующее. Беспощадный убийца. Я думаю, к природу, кто ж это такой? Кого еще нашли? И вдруг гриб-трутовик, с которым бесполезно бороться. Вот это правильно, бесполезно бороться. Количество дерева. Гриб-трутовик выполняет свою честную законную работу. Постулат Зелезова. Когда-то это войдет вообще в учебники. Гриб-трутовик – это падальщик. Безобидный и безопасный. И раз он сидит на дереве, значит, вы это дерево искалечили. Или, есть естественные причины, приехал на тысячи километров, дерево покрылось морозобойными, начало болеть, а потом, естественно, добавились в ранобольное дерево, глистогрозущее насекомое, грибы тут как тут, но это их честная работа, они обязаны отойдут. Гриб-трутовик уничтожить – прекратится жизнь на земле. Слышали? Гриб-трутовик уничтожить, а его с ним пытаются бороться, назвали беспощадным убийцей. Представляете, картина какая? А потом вот этим пугает. А потом начинается для борьбы с болезнями. А он никакой гриб, он уничтожить не может. И вот это вот последствия болезни, но не причина. А вы купите, большинство купит, к сожалению, выбросы на деньги. Ну, это просто лирика, знаете, многие потеряли деревья из-за жайцев. Я редко их вспоминаю. Ну, так, сами знаете. Ограда хлипкая. Пролез. Вот. И давай жрать. Ничего любят жрать. Удивительное дело. Это так. Вот. Понятно. Комедитечение ослабляет деревья. Комедитечение лечит деревья. Снижает урожайность. Повышает урожайность, так как лечит. Качество плодов. Повышает качество, потому что лечит. Отмирает отдельные ветки. Не из-за комедитечения. Впоследствии еще дерево. Представляете, дерево погибло и присвоит эту роль комедии. Ценнейшее лечебное свойство лечения дерева. Дальше пишет Сволочь. О, нехороший. Комедитечение, реакция деревья на ослабление, различные повреждения. Вот это правда. Различные повреждения. Совершенно верно. Не повреждайте. Выделение комедии весной обусловлено механическим повреждениям, низкими температурами, резкими колебаниями. И грамотная вырезка. Ну, вроде все правильно пишет это. Только я не понял. Начинается лечение с помощью комедии. Вы что, одурили? Сильное поражение манилиоза. Манилиоза – это не причина, следствие. Крестероспоревоз – тоже следствие. Ожоги коры, комедия эта, совершенно ни при чем, что ожоги коры. Из-за комедии они появились. Обильные осадки, последствия результатов комедии. Обильные осадки явились последствия, результатов. Ну, вы думаете, что вы пишете? Обильные осадки осени явились последствия, результатов комедии течения. А? Палата 06 по вам плачет. Само начале заболевания, на выделение комедии поселяются грибы, бактерии. Не поселяются грибы, бактерии. Не поселяются. Пойдите, найдите комедию в лесу. И жуйте. Поможет вам в этом. Лечить зубы. Вот. Я себя вроде бы, это, лечил как, разжую, и это, пластырем к ноге. Вроде, не заживающая рана, все-таки, близко это, как он называется? Близко, уже этот, господи. О, память. Диабет близко. Ничего, лечит, проведу. Самое страшное, что сколько людей вы задурили. Вот что страшно. Ну, сам бы ты это, свои деревья бы, калечил, калечил, калечил. Ну, вот я пошел к себе, вот, видите, это мой сад. Месяц назад. Ну, что вам надо-то, дерево-то? Жилой будет жить еще десятки лет. А вы возьмете, вот тут вот, заставите человека, если это у него, не у меня, у него, вырезать страшную рану. Нашли болезнь. Обрезайте в теплое, безморозное время. Это значит, что зимой, оно будет теплое, безморозное. Делайте летнюю обрезку. ты что, ты думаешь, ты что? Ведь это-то и способствует появлению комедии, его спасаться надо. А потом, самое страшное, для чего это людей задурили. А потом, покупайте, аронет, опик-опик, фарма, медный купорос, фарма-йод, вот, скор, медея, киката, инсайт, фарма-йод, фито-лавин, это еще не все, это бордовская жидкость, потом еще раствор птичьего коровного навоза, будете дерьмо разводить. А мяч и сиренду, покупайте, покупайте. А мы торгуем, во, во, ради этого дурят люди уже миллионы. Вот она. Это в моем саду сделано. Ну, поискал, нашел. Значит, мы практически закончили. сейчас я, это тоже тема больная, я пропущусь, сейчас может быть еще что-то, у меня еще 15 минут. Это немножко в одном фильме показывал, извините, пропускаю, чтобы не повторяться. У меня устало, знаете, от чего, насчет сэнжица, мне звонят. Ну, вот он я, да, но это про косточки, про сереньки, про книги, вот, про эту, ленту привычную. Вот сейчас мне пришедет, полсетей, сафрона, привычных лент, и все, больше, наверное, никогда и больше не будет. Он уже не торгует ножами привычными, потому что они подорожали, попробуй продать. А люди мучаются без ножей. Он уже не торгует этими самыми. Лак, мастика Долматова, кто интересуется, дает телефон Долматову. Вот, а вот, просаживайся, пожалуйста, вот все данные. А тут каждый день я в Санкт-Петербурге объясняю, объясняю, объясняю. Понятно, да? Вот. Ну, ближе к осень еще поговорим об этом. Продажа санкций еще не началась. Еще будут нас дурить, будут нас дурить, и будут нас дурить. Вот. Чернобаев. Это укрытые персики. Достаточно хороший урожай. Вот. Но все равно жалуются, пчел не было. А на открытом пространстве, те, которые он не укрывал, так же, как у меня, единичное будет наше. А, вот-вот, вспомнил. Значит, я вам сказал, что на вебинаре я покажу. Меня спросили про косточки черешни. Будут или не будут из косточек черешни саженцы? Вот. Откуда? Где-то средняя полоса России, я уже не помню. Средний был звонок, но уже забыл. Я сказал на вебинаре, я покажу фотографию, где чернобаев из моей косточки вырастил двухлетнюю черешню. Вот она. Сорвал листик соседний, а это вишня и сказал, вот это черешня, вот это вишневая. Пытался показать мне, какая большая разница. но все-таки я вижу, что лист в два раза мельче, чем если был привитый. Все-таки черешня и плоды будут, ну скажем, помельче. Вот так. Вот. Вот, например, это привитая черешня. А вот это вот я уже не выдержал. У меня где-то, по-моему, отдельный фильм есть. Дайте мы закончим. Подскажите, что с яблонем. Я уже точно это в этот самый палатаный вошелся на меня поместят. Не выношу это все. Две яблони и всеми лет. На обоих мокрые стволы. Мокрые стволы, мокрые. Значит, что? Понятия не имеет человек в никаких холмах, правильно? На одной непорядке листы сохнут. Подскажите, в чем проблема, как исправить? Если можно, конечно. Весной дважды обработана бородовская жидкость и батра и даром жидкости. Я сто раз говорил, это мертвый муфрепарк. Хоть что угодно делает. Почему? Видели? У нее нет корневой шейки. Это дерево росло-росло сколько мне лет? Семь лет. Росло-росло и пришла пора его сгнить. Корневая шейка сгнила. Я ничего не путаю. А, даже не корневая шейка, а то место, где соединяется. Помните, я рассказывал? Есть коррозия металла, для металла. А это я называю коррозия дерева. На границе свет все это сгнивает. Полюбовимся. Посмотрите, какая кора. Все это сгнивает. Вы видите? Тут не надо быть в таких специалистах. Смотрите, с другой стороны. Посмотрели? Все с одной стороны. И вот этого никто не видит. А теперь, что он должен был сделать? Откопать, мой совет, вот здесь вот, подкопать, для того, чтобы вот это гниющее место оказалось выше почвы. Тогда оно подсохнет. И есть шанс восстановиться. Но так, как уже листья. Вот видите? Посмотрите внимательно. Вот причина. Вот она, морда и тыча этих. Не вас, друзья, этих. Вот такие листья получились. И вот это не значит, что вся причина, я говорил раньше, 90%, вот уже 99%. У груши почти 100%. Вся причина вот тут вот. А это бесконечно. Вы понимаете? Миллионы людей знают. Проискать фунгициды и прочие-то ядеры. Миллионы людей задолбили. Обычно показывают вот так. Но если показали вот так. Если человек не поленился, а не сфотографировал. Ну тут-то можем маленько соображать-то. Вот. и пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. Тут все те же специалисты. Это такие специалисты, которые ни малейшего представления не имеют. Представляете об этом? Ни малейшего. И пошло-поехало. И спорят между собой-то. Вот то есть палата номер шесть. Потом прочитайте. Да. Ну какую-то фотографию вы видели. Девочка зарабатывает. А дальше будет от вас зависеть. Купили у меня в численности штук. 100 косточек. Через и на это все заглохло. Так. Этих тоже купили штук 100. 150. 100. И тоже все заглохло. Самое интересное, что они необыкновенно ранние. Это их огромный плюс. И обрезговать им я бы не стал. Не этим, не этим. Ну это половинка моего дерева гиганта. Вот одна половинка. Вот вторая половинка. Сейчас покупаю ведра и буду попробовать если у меня хватит терпения посчитать сколько ведра на нем. Вот выражай немыслимые, но очень мелкие плоды, очень. Я клянусь Богом, а я с ним вам не шучу, я его ни разу не полил, чтобы плоды укрупнились, налились, ни разу. Это я когда-то показывал, показывал. Это все Сергея работа, работа селекционная, но на этом она и остановилась. Все, больше селекционера нет. Единственные шансы наручники ВИМ Москова. Вот. Создать мощную бригаду Савельевич, Железов, еще несколько моих протежей, дать ему Савельевич и сказать, вырастите настоящий сад. А возглавить бы это дело какому-нибудь академику, пусть, который обладает достаточной властью, вот, пусть он первый будет на трибуне, когда будет врачать на русскую премию. Пускай не жалко. Главное, чтобы страна поверила. Тысячи наших этих садов, которые заплодоносили, из одного сада все пошло, с одного единственного сада, с этих косочек, с этих членков. Вот. Но мы не успеваем. Против нас гигантская это самая и уже надо продать это химикат. Миллионы людей задолбаны, заторканы. Вот. Наука не верит. У нас не будут абрикосы, нам сказали ученые. Вот и все. Потом в другой раз. Боюсь уже в следующий раз показывать. Рекорный. Сейчас. Кто-то может уже показал. То же самое. Хочешь искалечить дерево. Покрасил. Ладно. Будем считать, что разговор пока закончен на этом этапе. Вот. Увидеть бы, нельзя показывать. Увидим чужие. Все. Первый этап закончился. Второй этап будет вот здесь. сердце. Первый . Первый Первый недостык.